МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое ярославское информационное шоу-раскрытие. Я Диля Рабаевикова. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Переславль бежит? Все бегут. О тонкостях организации бегового события, да не простого, а марафонского. О том, как за вечер построить стартово-финишный городок, зачем марафонцам соленые огурцы и почему иностранцы приезжают на Плещеево озеро, чтобы пробежать свои заветные 42,2 километра. А также любовь в кроссовках, костюмированные забеги и вся правда о бейсмекерах. В новом раскрытии. Не пропустите. Проект «Бегом по золотому кольцу» уже перестал быть просто беговым проектом. Без преувеличений это большое спортивное шоу, посвященное здоровому образу жизни. Кто-то делает шоу из своих беговых рекордов, кто-то берет другим. Костюмами, флешмобами и просто хорошим настроением. И как тут не вспомнить мировой хит. Шоу маст го он. Костюмированные забеги или фан-ран стремительно набирают популярность. Земной шар следует тенденции. Мало быть приверженцем ЗОЖ, теперь нужно, чтобы ЗОЖ был веселым. По всему миру бегут эльфы и феи, богатыри и русалки, а также другая нечисть, на которую хватило фантазии спортсмена. Проект «Бегом по Золотому кольцу» не исключение. На каждом этапе появляются смельчаки, готовые блеснуть оригинальным нарядом. Все время старают гуся. Участники марафона. Потому что все хотят с гусем пробежать, но я держу крепко. Чаще всего они бегут 3 километра, потому что в плаке с кринолином преодолеть марафонскую дистанцию сложновато. В Переславле-Залевском не осталась без внимания занимательная конструкция. Музыкальный автобус с двумя спортсменками на борту. Колеса у нас отвалились сразу. У нас был бум-бокс и музыка. Тут музыканты в окошках. Мы бежали с музыкой. В общем, мы за музыкой. Самая большая сложность была в синхронизации. 3 километра дались легко, потому что за плечами девчонок полумарафоны. Спортсменки почеркнули, что во время преодоления дистанции не были обделены вниманием. Во время забега тоже было очень классно, потому что мы бежали, все люди нам улыбались. Все нас фотографировали. Да, классно, весело. Хотели поддержать ребят, которые отставали, зарядить их энергией, музыкой, и чтобы они тоже могли преодолеть и не сдаваться. Как оказалось, в спорте тоже можно фантазировать и проявлять свое «я». Фанран – яркий тому пример. Бег меняет человека не только на самой дистанции, но и круто меняет всю его жизнь. Воля к победе постепенно сказывается на карьере человека. Бегуны добиваются того, что раньше, возможно, было не по силам. А атмосфера единения рождает даже настоящие семьи. О беговых историях далее. Каково это – впервые бежать в марафонскую дистанцию, как подготовить себя? Эмма Рутерфорд, уроженка Шотландии, покорила уже пять полумарафонов, но 42,2 бежит впервые. Как ни странно, но подтолкнул девушку на этот важный шаг – день ее рождения. День после марафона в Петербург-Славле – это будет мой день рождения. Мне будет 26. Так что я решила, что это какая-то село, которое обязательно надо достичь. Эмма живет в России уже четыре года и отмечает, что бег действительно меняет людей. Нельзя называть себя как-то спортсменкой, если я не могу бегать. Так что я решила попробовать и просто влюбилась в ощущения после каждого забега. Мой муж тоже занимает его, кстати, что я стала лучшим человеком после забега. Марафон – непростое испытание для организма. Здесь необходима серьезная подготовка. Моя подготовка уже длится четыре месяца. Я бегу либо пять, либо шесть раз в неделю. Каждый день утром до работы вечером. Если я бегу пять раз в неделю, я тоже занимаюсь обжиманием, планкой, штангами иногда. Вадим, тренер одной из ярославских беговых школ, считает, что подготовка к марафонской дистанции должна начинаться за полгода. Тренироваться нужно минимум три раза в неделю и, конечно, следить за пульсом. Три основных режима. Это аэробный, скажем, на пульсе 150 ударов, смешанный режим до 170 ударов, и анаэробный. Но анаэробный – это работает спринт. То есть весь марафон, он проходит на пульсе в аэробном и смешанном режиме. Ну, нагрузка получается колоссальная, потому что человек работает, скажем, от двух с половиной до четырех часов. Про питание, конечно, тоже забывать не стоит. Эмма, например, нашла отличную альтернативу гелям. Тренировки должны быть систематическими, но Вадим подчеркивает, что у многих бегунов, готовящихся к серьезной дистанции, есть особенность – заниматься без помощи профессионала. Ну, нельзя тренироваться без тренера, потому что тренер видит ваш бег, технику бега. Вам можно написать план, сделать и то-то, 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 но никогда компьютер не увидит, в каком вы подошли состоянии. Эмма бегает в одиночестве, но замечает, что бег – это отличная возможность завести новые знакомства. Я встречалась с многими хорошими людьми, и мы часто увидимся на разных конкурсах в Ростове, в Ярославле, в Мишкин. Это очень приятно, что мы можем друг друга подоживать. В стабильности сейчас, потому что, как вы все знаете, сейчас отношения между Западом и Россией не очень хорошо. Так что это хорошо, что бег нас как-то соединяет. Перед марафоном важен психологический настрой. Больше трех часов находиться наедине со своими мыслями не так просто. Но Эмма в предвкушении забега. Надеюсь на поддержку мужа и друзей, вообще вдохновение. И такой адреналин, когда есть столько людей вокруг тебя, и у всех мест есть одна сел. Ну и как же без напутствия от тренера? Главное для новичка – это добежать до финиша. Если вы отработали, если тренер вас уверен, и самое главное, если вы сами в себе уверены, то все у вас получится. Так что удачи и удачного финиша. Еще одна беговая история о даме с собачкой. Ольга и ее четвероногий друг, сибирский хаски Юлтай, частые гости в проекте «Бегом по золотому кольцу». Свой дебютный забег Ольга даже не регистрировалась, так и бежала с Юлтаем без номера. А затем были первые официальные 7 километров. Думала, умру, добежала в воду, плюхнулись и вообще хорошо стало. А Юлтай? А он, а ему-то что? Ему нормально, он бежит, бежит такой. Бежит, бежит. Ну я-то бегу по сравнению с ним никак. Ну моя скорость для него не скорость, поэтому он бежит, отдыхает. Юлтаю пробежки только в радость. А хозяйка отмечает, что четвероногий любимец очень помогает на дистанции. Бежит равномерно, он бежит, он потек, он не натягивает. И как бы, ну, а поскольку это не те соревнования, где его заставлять бежать надо, ну мы бежим и бежим, бывает он рядышком бежит. Самое, ну, я без него не добегу, потому что я там метров 50, и все, я все, я больше не хочу бежать. Потом смотрю, такая попа впереди, ну как не бежать? Ольга с Юлтаем впервые покоряют половинку дистанцию в 21,1 километр. После финиша Ольгу ждет заслуженная медаль, но и пес-спортсмен тоже не останется без награды. Купаться, пить, обнимашки, целовашки. Да, такие истории повсюду, а самое главное, они действительно о том, как бег меняет жизнь и меняет к лучшему. Трудно уже представить Ярославскую область без проекта «Бегом по золотому кольцу» наш новый бренд. Трудно представить и сам проект без его организаторов. На их плечи ложатся месяцы подготовки забегов. Титанический труд, но, несмотря на это, организаторы тоже берут новые высоты. Недавно в проекте полумарафон попробовали избавить от приставки полу и провели полноценный марафон в Переславле. И, кажется, все получилось. Организация марафона – дело непростое. Один из важнейших пунктов, конечно, трасса. Та дорога, по которой спортсмены будут преодолевать свою дистанцию. И если вы считаете, что на беговом событии трассой может служить любая тропинка, то ошибаетесь. Это не просто вымереть на Яндекс.Картах ту самую дистанцию. Необходимо проехать, смотреть ее и, конечно, согласовать все документально. Трасса отвечает множеству требований. Первое – это безопасность, поэтому ямы и выбоины, если они имеются, быстро устраняются. Таким образом, беговые события еще и способствуют улучшению дорог в городе. Трасса должна быть ровной, должны быть мягкие повороты, без резких каких-то поворотов, углов. Ширина трассы должна быть не менее 4 метров, то есть, чтобы уместилось большое количество участников, а также, если это необходимо, то реверсивное движение. Может быть, участники бегут навстречу друг другу. Не менее важный критерий – это живописность трассы. Не любоваться же спортсменам на бетонные коробки. Они наблюдают во время бега за пейзажами. Именно поэтому первый марафон в рамках бегового проекта решили провести в Переславле-Залесском. Есть прекрасное Плещеево озеро, знаменитое на всю Россию. И если пробежаться вокруг него и задеть немножко сам город, то получится как раз те самые 42,2 километра марафонская дистанция. Но мало трассу найти. Ее еще надо утвердить, получить разрешение от администрации районов и города, а также согласовать с ГИБДД. В целях безопасности трасса на время проведения марафона перекрывается. Местные жители не против. Жители города уже знают, что это действительно большой праздник, который несет радость, которому рады их дети, их соседи, сами они. Многие из них участвуют пробежать по своему городу. Это достаточно патриотично. И относятся к этому с пониманием. Но одной трассы и лояльности местных жителей недостаточно. Откуда стартуют бегуны? Где происходит награждение? Куда идти, чтобы подкрепиться после марафона? Ответ один. Стартово-финишный городок. Место, где происходит непосредственно старт, где есть функциональные зоны, получение стартовых пакетов, раздевалки, гардероб и, конечно, главная сцена, на которой происходит вся культурная программа. Стартово-финишный городок – сердце бегового события. Здесь всегда весело и многолюдно. Финишируют спортсмены, выступают артисты, проходят мастер-классы и все это одновременно. Здесь более десяти важнейших зон, которые функционируют четко и слаженно. Вы не поверите, но на установку этой махины нужно примерно сутки. Команда работает, скажем так, практически без перерывов, для того, чтобы утром уже в красивом и качественно выстроенном месте встретить наших гостей. В беговых событиях участвуют не только жители города. Приезжают спортсмены со всей России и даже иностранцы. Поэтому развитие туризма – это неотъемлемая часть проекта. Когда мы читаем отзывы, мы видим, что участники до или после марафона выходят на улицы города, идут в какие-то знаковые или интересные места и действительно знакомятся с этим городом. Более того, трассы проходят по улицам этого города и чаще всего это те самые красивые места. То есть пробежав по городу, можно также с ним и очень хорошо познакомиться. Сейчас ненадолго прервемся. Пауза будет короткой, не расходитесь. И вот что покажем во второй части. Марафонское питание. Что такое из-за тоники, для чего нужны соленые огурцы, а также гастрономические лайфхаки от бывалых спортсменов. Кто такой письмекер, почему к нему привязан воздушный шар и как пейсам удается укладываться в заданное время. Главные помощники беговых событий – волонтеры. Об их функционале, о том, кто такие рыжики, а также самые добрые истории. Далее. Шоу-раскрытие «Первые ярославские» продолжаем. И сегодня говорим о влюбленных бег. И он, кстати, может быть еще и вкусным. Питание до, во время и после марафонской дистанции – штука важная. Неправильные продукты могут привести к непоправимым последствиям и помешать успешному финишу. В первую очередь нужно уделить внимание марафонскому завтраку. Я бы вам рекомендовал скушать обычную кашу, залитую водой. Почему водой? Потому что она гораздо быстрее покинет ваш желудок на воде, нежели чем на молоке. И выпить 300-400 миллилитров жидкости. Такое же количество миллилитров жидкости надо выпить за час до старта. И на этом ограничиться. Но во время самого марафона ограничиваться не стоит, так как жидкость будет покидать организм очень быстро. Пейте достаточно регулярно, но понемногу. Почему? Потому что если вы будете пить много, вам, возможно, придется останавливаться, понятно, да, почему. И, возможно, просто будет вымываться натрий, что есть хорошо. Но начинающих спортсменов должен терзать вопрос не только о том, сколько пить, но еще и как пить. Моделируем ситуацию. Вы бежите мимо пункта питания. Волонтер протягивает живительную влагу, вы избавляете темп. Что дальше? Стаканчик необходимо схватить сверху, вот, сжать его пополам. Таким образом вы, когда бежите, просто-напросто не расплещите воду. И, как велосипедисты, заливать воду вот так вот сбоку, с края шкурта. Таким образом вы, опять же, еще и не перехлепаетесь. Пейте маленькими глоточками, желательно, не переходите на шаг, не заставляйте темп. Нужно начать, потом будет сложнее. Но вода не единственное, что нужно пить на трассе. Чтобы восполнить запас углеводов и солей, не забывайте про изотоники, спортсмены. Изотоник – это слабый раствор углеводов и солей, максимально приближенный к тому составу, который содержится в вашем механизме. Но одной жидкостью сыт не будешь. Есть хоть и сложно, но нужно. Если организм хорошо относится к клетчатке, вам в помощь бананы и апельсины. Для восполнения запаса углеводов съешьте специальный гель. Но не забудьте запить водой. Вариантов масса. Можно пить изотоник, можно есть селевые таблетки и пить воду, можно кушать соленые огурцы. Можно просто в воде, в бутылочках развести щепотку соли, этого достаточно. Вы воспользовались теми советами, но ближе к финишу ноги отказываются бежать, а второе дыхание не спешит открываться. Есть одна фишка, которой пользуются все спортсмены. И как ни странно, это… Это Кока-Кола. Кока-Кола считается в наших кругах лучшим спортивным напитком. В конце вам очень тяжело, как правило. У вас высокие пульса и иногда даже гели невозможные проглатывать, полушечки такие вещи. А Кока-Кола, она заходит очень хорошо. А углеводы в… А углеводы с кофеином очень хорошо усваиваются. Этот волшебный эликсир стоит употреблять за 30-40 минут до финиша. И вау-эффект вам гарантирован. Ну а самое приятное – это грандиозный финиш. И не только от того, что вы чемпионы преодолели себя, а также потому, что… После марафона вы можете себе позволить абсолютно все. Вот абсолютно все. Вот что ваш организм пожелает, то и давайте ему в первый-второй день после соревнований. То есть шоколадный торт – это тема? Легко, пицца легко, да хоть чипсы, что угодно. Самое главное – еще не забыть про белки, потому что это строительный элемент. Вот, он позволяет вашим мышцам быстрее восстановиться. А знаете ли вы, кто такой пейсмейкер? Человек скорость, человек четкий тайминг, человек поддержка. В общем, ни много ни мало – человек настроение всего забега. Как стать высококлассным пейсмейкером? Сейчас расскажем. Кто же такой пейсмейкер, если просто это человек, который задает темп на дистанции, чтобы другие спортсмены могли улучшить свои результаты? Чтобы стать заправским пейсом, нужно сначала добиться успеха в беге, ну и, безусловно, обладать богатырским здоровьем, как пейсмейкер Михаил Михайлов. Не курю 30 с лишним лет, вино не употребляю, тоже уже давно как бы, ну и вегетарианец. Обычно на беговых событиях несколько пейсмейкеров на длинные дистанции, например, на полумарафонскую и марафон, чтобы участники смогли выбрать желаемое время и с помощью профессионала достичь его. Как же отыскать пейса среди толпы бегунов? Все просто. Яркая форма и воздушный шар с целевым результатом. Михаил делится секретами о том, как же удается выдержать заданное время. Во-первых, это длительные-длительные тренировки. Нарабатываем год за годом, километр за километр, и поэтому бежим, держим одинаковый темп, знаем, где можно чуть поприбавить, где чуть подпустить, но все равно человек, который бежит правильно, у него работает сердце хорошо, работают правильные суставы, он добивается своих результатов. Бежать в компании Пейса – это не только улучшение результата, но и психологическая помощь. Каждый пейсмейкер словно грамотный психолог и поддержит при усталости, и байкой развлечет, и совет даст. Сразу перед тем, как начинается гонка, я предлагаю свои услуги и говорю, что ребята, давайте, как говорится, общаться, говорю, полтора-два часа в нашем распоряжении, и мы бежим, вы спрашиваете меня, я отвечаю вам на нужные ваши вопросы, что бы вы хотели узнать по спорту или просто так, относительно много всего, и поэтому вся гонка проходит как бы в виде беседы. Обычно с пейсмейкерами стартуют довольно большие группы, но в течение дистанции компания редеет. Кто-то, не выдержав темпа, отстает, а кто-то, наоборот, ближе к финишу, начинает ускоряться. Пейсмейкеры помогают, они просто подсказывают их, что вот тут надо, как говорится, бежать спокойно, если заболела, в боку, как говорится, печень прихватила, то попей водички или еще что-нибудь, не надо тебе бежать так дальше, беги в свое удовольствие. Немногие задумываются над тем, что пейсмейкер чаще всего профессиональный спортсмен, и каждый забег, в первую очередь, гонка и соревнования. Эти ребята могли бы бежать намного быстрее заявленного времени, бороться с призы и медали, но почему-то этого не делают. На вопрос «почему?» Михаил ответил, не задумываясь. Помочь людям, помочь всем, кто хочет, вот и все, для меня нет никаких. Просят помедленнее пробежать, пробежим помедленнее, просят побыстрее, пробежим побыстрее. И самое главное, не для себя, а людям получить удовольствие. Итак, если пейсмейкер – душа беговых проектов, то кто же лицо? Лицо, безусловно, это волонтеры. Самые ценные помощники проекта и о волонтерах – наш следующий сюжет. Волонтер. Человек – доброе сердце, человек – бескорыстная помощь, человек – участие. Именно без таких ребят беговой проект бы не состоялся. На первом марафоне в Переславле 270 волонтеров трудились на всех зонах стартово-финишного городка. От регистрации до выдачи питания. Мы стараемся, конечно же, выполнять полностью свой функционал на каждом этапе и расставлять ребят-волонтеров так, чтобы ему было комфортно. Кому-то там комфортнее на регистрации, отвечать на кучу-кучу вопросов и очень быстро работать. Кому-то приятнее выходить на сцену и награждать спортсменов, пожимать руку. Все равно, но предпочтения, они всегда учитываются. Волонтеров на беговом событии можно разделить на два типа. Местные ребята – они живут в городе, в котором проходит забег. И рыжики – группа ярославских волонтеров в рыжих футболках, знающих о мероприятии все и немного больше. Функционал у волонтеров огромный, но помимо знаний, ребятам присуща широкая улыбка и искреннее желание помочь. Любой волонтер, он всегда рад участвовать в любом мероприятии, и у него есть заряд эмоций, энергии. Когда бежит участник, волонтер ему хлопает, кричит, поддерживает, ему становится легче, ему интересно бежать. Они потом с очень такими хорошими, положительными эмоциями вспоминают волонтеров на трассе. У каждого волонтера за спиной огромный опыт, сотни благодарностей от самых разных людей и множество событий, о которых так приятно вспоминать. Группа пожилых бегунов, они очень хорошо, кстати, бегут, и мы понимали, что они последние, и мы решили оказать им какую-то такую поддержку, и мы их встречали на повороте вместе с ними, бежали, кричали, поддерживали, вот последние буквально метры. Это очень трогательно, потому что ты понимаешь, что эти люди, они действительно герои. Считаешь ли ты себя героем? Вот они герои, а ты? Я, наверное, не могу сказать, что я герой, но я стремлюсь к этому. Что ж, это все, что мы успели рассказать вам сегодня беговом и вообще спортивных побед этим летом. Раскрытие Диляра Байбикова увидимся. Ах да, и вот что покажем в новом выпуске. Варигово. Шоколадная столица Ярославской области. Как производит шоколад российский мирового уровня? Наш эксклюзивный сладкий репортаж. Правда ли, что рецептуру для всего шоколадного производства писали по архивам начала 20 века на основе традиционных рецептов ярославских кондитеров? Узнаем. Развеем главные мифы о пользе и вреде шоколада. Правда ли, что он полезен для ума и вреден для фигуры? Наши сюжеты с комментариями медиков и бизнес-тренеров. Проверим все опытным путем. Известные вещи с неизвестной стороны. Уже в новом выпуске информационного шоу «Раскрытие на Первом Ярославском». Через неделю. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова